Минувшие выходные, а именно в воскресенье в Череповце был так называемый день танцев на льду. Льдом окутало весь город. Особенно критична ситуация была на тротуарах. ЖКХ утверждает, что ситуацию удалось исправить не сразу и свои ошибки они осознали. Вчера вечером на остановке, буквально в центре города, мы спасали женщину, которая сломала ногу. Я вызывала скорую и ей искали стул, потому что человеку ногой вообще было не пошевелить. И скорая приехала, увезла ее в больницу. Ну, констатирую, фактически перелом. Конечно, хотелось бы своевременно, чтобы власти реагировали, чтобы не ломать ноги и быть здоровыми. Мы у храма немножко падали, посыпали солью. Были случаи падения. Люди, наверное, не могли предположить, что у нас в эти выходные погода изменится. И с морозов мы ушли в ледяной дождь. И практически за ночь у нас город превратился просто в стекло, которое необходимо было в кратчайшие сроки убрать и навести порядок. По результату отмечаем неудовлетворительную работу нашего подрядчика. Все выводы мы сделаем, разберемся, что стало причиной. Либо эта организация пострадала именно по времени начала обработки, либо это недостаток техники, либо это недостаток персонала. Но результат мы видели. Я считаю, что здесь никаких не может быть оправданий у подрядчика, потому что то, что мы в воскресенье увидели в городе, это крайне негативно. В основном это касается тротуаров. По дорогам я могу сказать, что здесь работа была проведена и больших замечаний не было. Успели сделать дороги, но про тротуары либо позабыли, либо не сумели вовремя это все сделать. Также хочу отметить, что на сегодняшнее утро ситуация нормализовалась. Я думаю, жители увидели, что результат все-таки есть. Но это результат работы, который должен быть за 6 часов сделан, а не за сутки. Во дворах у нас буквально сегодня было озвучено 4-5 управляющих компаний, отработали. Остальные также по времени не успели. То есть мы в воскресенье, в утренние часы увидели во дворах гололед. С этим также разбираться мы будем. Сегодня на совещании, буквально полчаса назад, я это все довел до основных управляющих компаний. Я думаю, они все меры предпримут и разберутся, кто там у них виноват или что у них не хватило техники или людей.